Один украинский военный ранен сегодня в районе Мариуполя. Боевики били из орудий 122-го и даже 152-го калибров. Из запрещенного орудия обстреляли Водяное, Гнутово и Богдановку. На Луганском направлении горячие точки это Крымская и Новотошковская. На позициях сегодня работал Геннадий Вивденко. Их много. Их много, сегодня опознаешь. Кто ранешь, кто позже. Новые воронки после попадания снарядов крупного калибра в районе поселка Новотошковское Луганской области. Обстрелы не прекращаются всю неделю. К тому же стоит аномальная жара, что добавляет трудностей. Противник прощупывает наши позиции пехотными атаками. Приходится отвечать стрелковым огнем. Вот результат ночной работы украинских защитников на линии поселков Новотошковское и Крымское. Пришлось давать достойный ответ. Враг продолжает давление. Не очень вдается им. Успеваем заховаться. Наблюдаем выхода миномета их. Это средь белого дня. Это работа в сторону села. Работа в сторону наших воинов и мирных жителей. Вот это один из элементов недавней работы. У нас колок это 120-я, может и 152-я. Да, очередной выход. Сейчас будет приход. Уже второй месяц подряд оккупанты пытаются выдавить вооруженные силы Украины с позиции в районе Бахмутской трассы. Безуспешно. Это меняет тактику, меняет направление обстрелов. И часто работает с крупнокалиберных пулеметов и латкосвольной артиллерии, с минометов работает. Пока атаки противника подавляют, соблюдая минские соглашения, сдерживать получается. Зачастую противник прикрывается живым населением, так как мы знаем, что они там есть. И очень часто не можем по этому поводу работать. Поэтому у нас только стрелковой ответ и очень-очень редкий. Только когда мы убеждены, что туда можно стрелять. Наши бойцы отмечают с той стороны передислокация танков и самоходных артиллерийских установок на передовую в районе оккупированного поселка Донецкое. Военные заверяют, к атаке готовы. Из Луганской области Геннадий Вивденко, Дмитрий Раскольников, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер.